Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Браткий я 2 года, я беременна, мой муж сильно любит меня, в душе время кричит и обижает по мелочам, ставит себя везде на первое место, не обеспеченная семья у мужа, я из обеспеченной семьи, это задевает силу семью, его мать ревнует его, у моей мэтры, из-за того, что моя мать больше помощи материально нам дает, еще он обманывает, часто в мелочах, подскажите, как мне быть, хочу сохранить семью. Ну, здесь вот прямо первое, что вот так вот достаточно сильно бросается в глаза, это то, что вы говорите про обеспеченность семьи, обеспеченность семьи. Дело не в том, что мама ваша или его говорит про эту самую обеспеченность, ну, в том смысле, что они могут, как бы, в общем и целом, говорить про что угодно, это их, как бы, право, это, в общем и целом, люди взрослые, да, и, как бы, сформировавшиеся уже, ну, вот, вряд ли, ага, на них можно как-то повлиять, по крайней мере, повлиять настолько, чтобы это что-то изменило и, чтобы это, вот, привело к какому-то, ну, реальному, реальной какой-то коррекции, да, их поведение, их отношения и так далее. Особенно, если люди сами по себе, как бы, ну, проблем не видят, да, обычно, особенно, если люди, вот, сами, как-то, вот, ну, не считают, да, проблемы, чтобы, вот, то есть это, ну, мало вероятно и слабо, вообще, мне верится в то, что можно их изменить. Вот, дело не в них, дело в них, дело в вас, дело в вас и в том, какую вы сами транслируете идею в данном случае, вот, дело в вас и в том, как, какие мысли транслируете вы сами, вот. Что вы, что вы транслируете сами, вот, как, какую, ну, условно говоря, да, там, какую позицию вы транслируете сами, например, вот. Вот, вот это, я бы сказал, важно. И если вам самой вот так вышло, да, то, что вам самой, ну, вот важно какой-то вот материальный, ну, материальный, например, обеспечить вашу материальную историю, вот, то вам же за это нужно и, как мне кажется, брать ответственность. Вот. Понимаете? Вам нужно, ну, вот, в целом, за это брать ответственность. Вот. Понимаете, какая штука? Вот. Вот. То есть вам, именно вам, вот, именно вам самой нужно брать ответственность за то, как раз, что, вот, как бы, ну, вы сами хотите, вот. Это, вот, как мне кажется, очень важный момент, вот здесь. Понимаете? Понимаете, б? Вот. А, ну, мне, ну, мне, по крайней мере, по крайней мере, кажется, это вполне логично, ну, вот, в данном случае. Если вы говорите, что ваш муж вас любит, никто с этим не спорит, вот. По крайней мере, я с этим спорить не буду точно, вот, но хотелось бы увидеть и понять, а как, собственно, конкретно, да, ваш муж вас любит. Потому что, ну, вот, вы, например, описываете ситуацию, да, при которой человек, в общем и целом, ну, как бы, больше на вас кричит. Вот, вы описываете ситуацию, при которой человек вас принижает. Вот. Вот. Вы описываете ситуацию, при которой человек вас обесценивает, обманывает. Вот. А вы говорите, что он вас любит. То есть где проявляется любовь-то? Вот. Знаете, в чём, в чём, в чём она проявляется, как, как, как она проявляется эта любовь. Вот. Я не в том смысле, что он вас сто процентов не любит, уходите от него. А я больше, вот, именно в том смысле, чтобы, ну, вы как-то, вот, разобрались с этим вопросом. Вот. Где любовь, как проявляется любовь его к вам? Вот. Шипаете ли вы сами, вот, его проявления любви, проявления любви к себе? Вот. Вот. То есть, ну, вот, какие-то такие вещи. Потому что всё равно, кроме вас, этого больше сделать никто не может. Вот. Вот. Всё равно. Кроме вас, больше, как бы, это, вот, ну, расценить никто не может, только вы. Вот. Здесь мы к вам и вопрос. Вот. Дальше. А, дальше, на что хочется. На что обратить ваше внимание. На то, что вы говорите о сохранении семьи. Сохранение семьи – это хорошо. Но семья – это люди. Это взаимоотношения, взаимодействие с людьми. В данном случае взаимоотношения с вашим мужем. Вот. И, как-то вот, судя по тому, что вы описываете, ну, взаимодействие с мужем не очень складывается хорошо. Хорошо. Вот. И у этого есть причины. В том числе, в том числе, ваше определённое поведение. Поведение. Вот. И, как мне видится, задача – подкорректировать, в первую очередь, это. То есть, подкорректировать свою модель поведения, сделать её более такой аутентичной. А более подходящий вам, то есть, более, ну, более соответствующий вашим ценностям, вот. И, по-моему, что вот вы, в принципе, считаете для себя важным. Вот. Ведь муж почему-то позволяет себе на вас кричать. Да? Почему-то, почему-то много родителей в ваших отношениях с его стороны. С вашей стороны. Вот. Родители мужа. Вот. Как-то. Ваши родители. Вот. Все это, влияет на вас. И, на мой взгляд, вы не уделяете на вас. На мой взгляд, вы как-то вот думаете, может быть, что все само собой решится, а оно не решается. Вот. Само собой, все не решается. К сожалению. Посмотреть, например, чего вы ждете от мужа. Да? Ну, вот так вот. Ну, вот, в принципе, чего вы от него ждете. Что вы ожидаете, он будет делать. Что вы ожидаете, как вы ожидаете, он будет себя вести. Ну, вот. Понимаете, что ему нужно, чего он хочет. Например. Это все очень важные моменты. По вашему описанию, да. Получается, что ваш муж находится вот в определенном таком напряжении. Что он постоянно в напряжении, что он постоянно как будто бы с чем-то борется. Да. Это правда. Это правда так. Но вам-то от этого, наверное, не легче. Потому что вот он там постоянно борется с чем-то и решает вот в данном случае свои проблемы, да, с этого. А у вас, как бы, ребёнок, да, скоро родится. Я так вот, ну, понимаю. И как-то вам нужно спокойствие, уверенность, защищенность, стабильность. А этого ничего нет. Вот. Понимаете? И вот, как бы, вопросы. 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 Вот. Что нужно думать о себе? Вот. Не о родителях, у которых есть свои трудности, свои проблемы, свои желания, как касается как ваших родителей, так и его родителей и так далее. Вот. О себе. О своих границах, о своих желаниях, о своих целях, о своих приоритетах и так далее. Вот. Как-то вот вам об этом нужно думать и сохранять семью, если её сохранять, то как-то вот за счёт этого, за счёт такого поведения. А не за счёт подстройки, да, а не за счёт того, чтобы, там, всем, например, угодить, вот, как мне кажется, вы делаете сейчас. Не получается. Не получается. Всем угодить. Вы сами, наверное, это замечаете. Понимаете? То есть есть ощущение, есть ощущение, что вы вот как-то ждёте какой-то поддержки, ждёте какой-то помощи, вот. Помощь, помощь сил не приходит к вам, да, как бы, проблема не решается. Ну, ваша проблема, я имею в виду, не решается. И вы пребываете вот в такой неопределённости. И самостоятельно ничего решить вроде как не можете, боитесь. вот. И так, как, ну, как живёте сейчас, вот, тоже вам не, вам не нравится. Ну, это, кстати, вполне нормальная реакция, вот. Чтобы сохранить семью, нужно понимать, чего хочет ваш партнёр, как минимум. Как минимум. Как минимум. Нужно понимать, что, какие у него потребности у вашего партнёра, вот. Что ему нужно. Вот вы можете прямо сейчас сказать, что нужно вашему мужу? Да. Что ему ценно, что ему дорого, чего он хочет и так далее. Вот. Можете это сказать? Сформулировать, вот. Для себя. Хотя бы. Хотя бы. если можете, то великолепно, супер. С этого вам можно и начинать, ээээ, сохранять семью. То есть, начинать делать, делать для человека, эээ, то, что ему нужно. Вот. А что вам нужно, вы знаете? Чего вы хотите, например, вы знаете? Как вы об этом заявляете, ээээ, заявляете о том, чего вы хотите. О том, что всё вынуждаетесь. Вот. Вот. Знаете, какая же буква получается? Если этого не делать, ничего, ничего. у вас, то получаются серьёзные проблемы. Вот. Если этому не уделять внимание, получается серьёзные трудности. то есть. О чём? В данном случае, я пытаюсь вам сказать. Вот вы говорите, например, например. Вот вы, например, говорите такую вещь. Муж меня обижает, говорите вы, как обижает, что вы понимаете под обижание, то есть конкретно что вы понимаете под обижание под обижание, а меня, во-первых, во-первых, есть ожидания, это когда я чего-то от человека жду, я чего-то от человека хочу, а он этого не дает ко мне, я все время жду, жду, все время рассчитываю, все время надеюсь, вот, а этого не происходит, понимаете, это первое, первое, что касается обиды, второе, что касается обиды, то есть довольно важный момент, это то, как я реагирую, как я выражаю, например, да, какие-то вот свои, ну, свои эмоции, например, да, какие-то вот свои, ну, может быть даже личные, эээ, может что бы не было обидно, что бы не было обидно, ну, нужно, эээ, реагировать на, вот, собственно, то, с чем вы сталкиваетесь, а если вы этого не делаете, то это будет прощаться в обиду, конечно, это, это нормально, что, ну, вот, что будете вы обидеться, вот, это, это правда, к сожалению, поэтому, давайте подумаем, когда вы говорите, что человек меня обижает, да, что вы имеете в виду? как это происходит? Где вы, эээ, подпускаете, эээ, все, ну, вот, получается, своего мужа, к себе, так близко, как вам не хочется, так сказать, вот, ну, очевидно же, что речь идёт про это, на мой взгляд, ну, очевидно, ну, будете вы, эээ, вот, спориться или нет? Да, страшно, может, может быть, да, может быть, страшно, эээ, выражать, что-то, может быть, вы не привыкли что, вас, эээ, ну, как-то, вот, эээ, поддерживают, тут тоже такой есть момент, эээ, тут тоже могут быть, эээ, ну, свои, как-бы, нюансы определённые, вот, эээ, ну, не всё так вот, ээээ, просто бывает, поэтому, изучайте себя, ээээ, ээээ, сначала. Это то, что вы реально можете сделать, вот, для себя хотя бы. И дальше вам уже будет как-то более понятно, в какую сторону вам идти. Ээээ, ну, и, например, ээээ, мне, ээээ, вот, ээээ, ну, мне показалось, я могу ошибаться, он мне, вот, показалось, что, эээээ, как-то, вот, вы не хотите, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ну, родителей, вот, то есть мне вот, ну лично мне вот так показал, что боитесь вы прям, прям вот разочаровывать их, что прям вот хотите вы там их ожидания, ну оправдать, вот. Что вот очень вам неприятно, что там они недовольны, например, вот и так далее. Если так, то вы уже не свободны. Если так, то вы уже, мягко говоря, не свободны в выборе своего поведения. Потому что направлены и нацелены вы на то, чтобы родителям своим угодить, ну вот, а не себе, чтобы сделать так, как они хотят, а не вы. И нет ничего, нет ничего абсолютно плохого в том, чтобы, ну, чтобы сделать вот что-то для них. Абсолютно ничего плохого нет. Но только после того, как вы сделаете что-то для себя. Знаете? Такая история. Вот. Поэтому здесь, на мой, по крайней мере, взгляд, проблематика заключается именно в первую очередь. И действовать вам нужно, ну вот, для начала хотя бы, вот именно в контексте своих личных границ. Вот. То есть вычисли все свои личные границы. Для начала. А дальше уже смотреть. Что для вас важно, например, для вас, там, желания могут, ну, появляться какие-то, да? Вот. Потребности могут, вот, возникать какие-то. Вот. Сейчас пока этого ничего нет, сейчас вы, как бы, ну, другим озабочен. Это нормально. Но легче от этого не становится. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот, позволит вам, как-то вот, продвинуться в понимании себя. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Желаю вам удачи. Вот. Надеюсь, что ваша ситуация будет самым лучшим образом разрушена. То, как бы, вот, ну, выход из нее все-таки вами будет найден. Вот. И вы сможете так или иначе найти у себя свое счастье. Вот. Первую очередь, ну, не думать, конечно, сейчас у ребенка, чтобы вам родить, чтобы не испытывать стресс. Потому что все это для ребенка нехорошо. Вот. 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 Какая-то такая история. Вот. Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует.